Выявить туберкулез на самой ранней стадии позволит разработка отечественного ученого. Аслабек Бурабаев уже третий год проводит исследования в области диагностики опасного заболевания. 36-летний ученый работает заведующим кафедрой биологии, биохимии и микробиологии одного из вузов региона. Своей разработке Аслабек посвятил три года. Мы работаем над диагностической тест-системой, которая позволит в раннем стадии выявить эти палочки Коха, именно мукобактериум туберкулезис. От пациента необходим будет только биологический материал, либо слюна, либо кровь, любой биологический материал, который имеет хоть одну палочку Коха. Аналогов имеется за рубежом, да, они очень дорогостоящие для нашей республики. Если взять даже тест-систему GenExpert, она стоит один анализ 25 тысяч тенге, тогда как наш один анализ будет составлять всего лишь 3-5 тысяч тенге. Труды ученого в области медицины не остались незамеченными. Аслабек Бурабаев получил грант в размере 800 тысяч тенге от фонда первого президента. Как рассказывают делегаты из Астаны, которые приехали лично вручить сертификат, инновационные стартапы они готовы поддержать в любом регионе. Сегодня фонд первого президента лидера нации в рамках дней фонда первого президента посещает Южно-Казахстанскую область. Это очень большая область, здесь очень много больших программ. Сегодня у нас прошла встреча с Акимом области, с Жан-Синим Кан-Сиевичем Тимимбаевым. Мы обсудили много вопросов о том, как будем взаимодействовать. Сегодня на региональном уровне Южно-Казахстанской области будут рассказаны нашим молодым студентам, научно-творческой молодежи, для того, чтобы ребята знали, как получить гранты. Представители фонда первого президента отмечают, что южане проявляют большую активность и являются авторами ряда интересных проектов. Многие заявки подавались из фарминдустрии, из строительной индустрии. Многие заявки мы видели как раз из филологического факультета, из исторического факультета. То есть край очень богат многими такими научными работами. 60% заявок, которые поступают в фонд первого президента, это как раз с этой Южно-Казахстанской области. Не только из города Шенки, но и со всей области. Фонд первого президента предоставляет гранты по девяти программам. Сферы разные – от экологических и медицинских разработок до строительства. Уже известно, что в Шенкенте создадут каворкинговый центр для молодых научных сотрудников и студентов. Он станет платформой для создания инновационных проектов.